Доброе утро! Чем запомнится эта пятница, расскажем прямо сейчас. Это новости дня в студии Михаил Карин. В Оренбурге продолжаются гастроли государственных театральных коллективов. Сегодня в Бугуруслане Оренбургский театр мускомедии покажет спектакль «Так не бывает». Эта постановка стала лауреатом 8-го международного фестиваля театрального искусства «Театр Чехов Ялта» и получила специальный приз жюри фестиваля за высокое искусство, музыкальное комедии и блистательное исполнительское мастерство. Исполнительница главной роли Ирина Низамова была отмечена в номинации «Лучшая женская роль». Спектакль создан по образцам лучших водевилей и понравится зрителям всех возрастов. Сегодня на базе оздоровительного детского центра детей и молодежи «Янтарь» города Оренбурга состоится областной финал ежегодных состязаний для допризывной молодежи. А ну-ка, парни! За звание сильнейших будут бороться команды из 14 муниципальных образований. Всего 16 команд, 64 спортсмена. В течение дня участники будут демонстрировать свои умения и навыки в военно-прикладных дисциплинах. Гиревой спорт, армрестлинг, стрелковый поединок. Кульминацией станет командное состязание «Перетягивание каната». По итогам соревнований будут выявлены самые сильные спортсмены среди допризывной молодежи Оренбургской области. Победители-призеры будут отмечены медалями и дипломами. А команда, одержавшая верх, получит главную награду состязаний – Кубок Победителя. Изменения по составу семьи, начисления тарифа по типу жилплощади. Первые квитанции по мусору вызвали немало вопросов у оренбургцев. Только за первый месяц поступило более пяти с половиной тысяч обращений. Суммы в квитанции разнятся у некоторых в несколько раз. А возмущенные оренбуржцы образуют очереди. Если у абонента возникли вопросы по начислению за вывоз твердых коммунальных отходов, нужно обратиться с заявлением в платежную систему. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель системы «Город» Владимир Савельев. В целом нам надо решить вопросы по прописке, у кого возникают. Для этого мы предлагаем воспользоваться именно дистанционным сервисом, который освобождает от человека прихожить куда-то идти, стоять в очереди, подать заявление, получить подтверждение этого заявления и также получить ответ об отработке данного заявления. То есть мы к человеку уведомляем, что его заявление обработано, принято. Дальнейшее изменение после подачи заявлений уже будет зависеть полностью от абонента. При любом изменении по прописанным абонент должен уведомить об этом исполнителе услуги. А тем временем на борьбу со снегом вышли во всех муниципалитетах региона. В области продолжается месячник по уборке снега. Стартовал он 25 февраля. Такое распоряжение дал губернатор Юрий Берг. 18 тысяч кубометров снега вывезено с улицы Оренбурга только за один день. Командно-штабных учений. В учениях задействовано более полутора тысяч человек и 400 единиц техники. К работе привлечены коммунальные службы, ТСЖ, работники предприятий города. Они убирают от снега улицы, тротуары, крыши домов, социально значимые объекты Оренбурга. Вывоз снега в местах складирования. Не прекращается эта работа даже ночью. Одновременно все тротуары, а также дороги и магистрали обрабатывают специальными противогололедными материалами. Все это нужно для того, чтобы уменьшить последствия обильного таяния снега. По данным синоптиков, эта зима оказалась снежной в Оренбурге. Осадков выпало выше средних многолетних значений. До 136% от нормы. Работа продолжается. Дерзкое преступление. В Орске на местного жителя напали неизвестные. И, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили порядка 400 тысяч рублей. Личные злоумышленников установлено. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что пострадавший выходит из подъезда жилого дома. В этот момент из припаркованного авто выбегает неизвестный. В его руках, предположительно, травматический пистолет. Заметив нападавшего, мужчина пытается сбежать. Однако сделать этого не получается. Похитив пакет, который находился в руках жертвы, злоумышленник скрывается на отечественной легковушке черного цвета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удается установить личность похитителя. Им оказался житель Орска. Задержан и его подельник. Житель иностранного государства. Известно, что последний ранее уже судим. Это уже кадры из зала суда. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы. Внимание мошенники! В региональном ОМВД констатируют, фактов похищения с банковских карт возросло в разы. Только за последние сутки у жителей области со счетов злоумышленниками списано более 160 тысяч рублей. Более 20 оренбушцев обратились с заявлением о хищении денежных средств с банковских карт. Сотрудниками полиции установлено, что всем потерпевшим поступили звонки с официального номера горячей линии, принадлежавшего банку. Неизвестные представлялись сотрудниками службы безопасности, сообщали о попытке незаконных списаний с их счетов. Для отмены операций злоумышленники просили назвать реквизиты банковской карты и код, который поступит в сообщении. Введенные в заблуждение оренбурсы передавали запрашиваемые данные, в результате чего с их счетов были похищены денежные средства от 13 до 80 тысяч рублей. Правоохранители предупреждают об участившихся случаях мошенничества. За февраль сумма похищенных средств у оренбурсов составила полтора миллиона рублей. Сотрудники полиции напоминают, что даже работникам банка нельзя сообщать трехзначный код на оборотной стороне карты. Он необходим именно для списания средств со счета. Также запрещено называть пароль поступившим в СМС-сообщении. Сколько стоит поддержка государства? Участники нашумевшего проекта «Бизнес-класс» уверяют, те миллионы, которые вручаются не победителям, а призерам, не грантовая поддержка предпринимательства, а обычный банковский кредит. Причем под весьма солидный процент. Неужели благая идея оборачивается крахом бизнеса? В теме разбиралась Анна Немых. Ярко, красиво, помпезно. Уже три сезона телепроекта «Бизнес-класс» позади. Три победителя получили по 10 миллионов рублей. Остальные призеры чуть меньше. Организаторы конкурса отмечают, с каждым годом желающих заручиться такой финансовой поддержкой все больше. Виктория Агапова – молодой предприниматель. В 2014 году открыла свою швейную мастерскую. Через год девушка задумала расширить производство. Проект «Бизнес-класс» оказался как нельзя кстати. Эксперты высоко оценили задумку оренбурженки. Я думаю, они будут развиваться. У них есть весь потенциал к тому, чтобы занять такую твердую нишу. Выиграть 10 миллионов ей не удалось. Зато Виктория получила венчурное финансирование в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей на развитие бизнеса. Это повышенный процент по сравнению с банковским кредитом. Мы обо всем об этом знали. Но мы согласились на этот повышенный процент как раз потому, что в случае, если этот проект провалится, то банк не будет требовать назад свои деньги. Сначала было 20 процентов годовых. Чуть позже банк поднял до 23. Платеж по 160 тысяч рублей в месяц стал неподъемным для молодой предпринимательницы. Виктория ничего не оставалась, как обратиться в банк, чтобы завершить все договоренности. Нам сказали, какое венчурное финансирование. Вы получили обычный кредит. Когда я стала предоставлять документы, напоминать о том, как это было, все просто пожимали плечами и сказали, вы знаете, венчурный фонд мы уже ликвидировали, поэтому извините, будьте добры. По словам Виктории, теперь за каждый день просрочки ей начисляют по полпроцента от кредита. С учетом пени платеж уже вырос до 450 тысяч рублей в месяц. Основной долг перешагнул отметку в 6 миллионов. Кураторы проекта, корпорации развития Оренбургской области, констатируют, безвозмездно деньги получает лишь победитель проекта. 10 миллионов в финале – это безвозвратные субсидии от бизнеса общества. То есть деньги возвращаться не будут. И эти средства мы контролируем, чтобы они пришли по назначению. На призеров такая благотворительность не распространяется. Деньги придется вернуть. Виктория Агапова не против погасить платеж. Только на условиях венчурного финансирования. Как это было изначально указано в документах банка. Мы задавали вопрос, что мы получаем кредитный договор, где гарантии, что вы нас не обманываете. Нам сказали, ну а какие гарантии? Тут, смотрите, какая публичность. Вам же это все дали на Международном экономическом форуме. Ну неужели вы думаете, что при такой огласке мы можем вас обмануть? Анонимы Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Почему банк не идет на уступки? На каких основаниях предпринимателю не предоставляет рассрочку платежа? Эти и ряд других вопросов мы отправили письменно директору регионального отделения Промсвязьбанк и по совместительству эксперту проекта «Бизнес-класс» Сергею Плужникову. Получить ответ, надеемся, в ближайшее время. К этой теме мы еще вернемся. В продолжении экономической темы. Порядка 64 миллионов рублей – сумма долга оренбуржцев по имущественным налогам на сегодняшний день. И это цифры только по Ленинскому району Оренбурга. Тем, кто еще не оплатил налоги, грозит арест счетов или имущества. Срок оплаты имущественных налогов истек еще 3 декабря минувшего года. Сейчас всем, кто так и не погасил долги, направлены требования со сроком. Их игнорирование приведет к принудительному взысканию. Взыскание будет проводиться по судебному решению службы судебных приставов. Возможно, такие последствия, как взыскание денежных средств за счет денежных средств, расположенных на счетах плательщика, взыскание из заработной платы, арест имущества, запрет выезда за границу. Специалисты напоминают оренбуржцам. Узнать о задолженности можно в налоговой инспекции или через интернет-сервис и ФНС. А также с помощью личного кабинета налогоплательщика и сайта госуслуг. Оплата возможна в банках, почтовых отделениях, а также с помощью электронных сервисов. К другим темам. Накануне флористы отмечали свой профессиональный праздник. Собрать красивый, а главное осмысленный букет для них не проблема. Анастасия Кубатко решила узнать у оренбуржских мастеров, что сегодня в цветочной моде. Постоянно учишься, постоянно реализовываешь себя. Поэтому сказать, что надоело, приелось на невозможность. Во флориста Марина переквалифицировалась 10 лет назад из медицинского работника. С профессией познакомилась случайно, но уже не представляет своей жизни в другой сфере деятельности. И хотя для флористов имеются специальные курсы, говорит, образование тут иметь не обязательно. Знания можно подчеркнуть у коллег, а дальше дело вкуса и фантазии. В любом букете должна быть своя изюминка. И дополнительный цветок, остальной весь цветок должен дополнять все это, чтобы это было гармонично, чтобы это было красиво, чтобы это смотрелось. Правило может и размытое, а вот цветочная мода вполне ощутима. Привыкли к аккуратным букетам и бумаге? Забываем. В моде вновь объемистые и в пленке. Хотя цветы традиционно являются подарком женским, сильной половине человечества собрать букет тоже могут. Строгий и сдержанный. Вот один из вариантов мужского подарка. То есть зря думают, что мужчины не любят цветы. На самом деле мужчины тоже любят цветы, особенно если они в красивых фирменных бокалах с кожаными вставками. Когда мы слышим слово букет, в голове сразу всплывает цветочная композиция из роз, лилии или прочих видов цветов. Однако сейчас в моду врываются так называемые съедобные букеты. Овощи, фрукты, клубника или вяленая рыба могут стать отличным наполнением вашего букета. Конкуренцию цветам сейчас составляет так называемая фудфлористика. В наш город она пришла не так давно, около года назад. Однако успела завоевать популярность у оренбуржцев. Полина первая стала продвигать это направление в нашем городе. Один из плюсов сладкого букета. Ваша вторая половинка голодной точно не останется. Я находилась в Питере, и мне увидела какой-то букет, и мне пришла идея сначала делать просто фруктовые букеты. А потом, в процессе уже создания фруктовых букетов, пришла идея, что можно делать это в шоколаде. Я люблю цветы, но, если честно, я считаю, что лучше покупать фруктовые букеты, клубничные букеты, шоколадные букеты, чтобы можно было покушать хотя бы. Цветы они просто завянут. Самый большой букет клубники, который довелось собирать, признается девушку, обошелся мужчине в 10 тысяч рублей. И это не предел. В преддверии 8 марта сильная половина готова на все, чтобы порадовать любимую. Но одно дело букет составить, а другое его подарить. И вот тут уж точно никаких правил нет. Ведь если букет не передает ваши личные чувства к человеку, то какой в нем смысл? Анастасия Кубатко, Владислав Горбунов. Новости дня. Сегодня состоится первый матч 19-го тура российской премьер-лиги. Открывать весеннюю часть чемпионата будут Оренбург и Анжи. Встреча пройдет на стадионе «Газовик». Наши футболисты уже вернулись со сборов и проводят тренировки на стадионе. Напомним, команда Владимира Федотова ушла на зимний перерыв на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Набрав в 16 поединках с одним матчем в запасе 22 очка. И отстает от зоны Еврокубков на 6 пунктов. А махачкалинцы ушли зимовать в зоне вылета на 15-м месте. В 17 поединках чемпионата России «Орлы» набрали 15 очков. И отстают от 12-й спасительной строки на 5 баллов. Оренбургские сарматы на выезде сыграли матчи очередного тура чемпионата молодежной хоккейной лиги. В Тольятти наша команда разошлась миром с местной ладьей. Проиграв первую встречу, тольяттинцы горели желанием доказать, что это было случайностью. И в повторном матче открыли счет уже на четвертой минуте. Однако и сарматы не собирались сидеть сложа руки. В первом периоде оренбуржцы перебросали хозяев 12-5, что закономерно отразилось на счете. Его сравнял Куров. Почти сразу же капитан сарматов Малафеев сделала их лидирующей стороной. А сразу после перерыва Райан увеличил отрыв до двух шайб. Ладья не собиралась мириться с таким положением дел. Усилила давление на ворота Масленникова и уравняла шансы 3-3. Но оренбуржцы вновь сумели удивить. Новиков в очередной раз поразил хозяйские ворота. В заключительной 20-ти минутке ладья включила полные обороты и заперла гостей в их зоне. Тольяттинцы реализовали численные преимущества и опять сравняли счет. А через минуту в равных составах забили победную, как выяснилось, шайбу 5-4. За полминуты до финальной сирены наши тренера сняли вратаря, но спасти встречу не удалось. Сарматы переезжают в Казань, где завершат сезон играми с молодежкой Акбарса Ирбисом. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский, Новости дня. Пока на этом все. О событиях в развитии расскажут мои коллеги. Дневной выпуск новостей смотрите в 15.30. Я же с вами прощаюсь. Хорошего дня. Оставайтесь на ОРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова